Здравствуйте! Один из прошлых уроков был посвящен изучению мелодических моделей номер 1, 2 и 3. Мы изучили с вами мелодическую модель топтания на одном звуке, когда мы слышим, что у нас повторяется одна и та же нота. Тогда записываем просто ее несколько раз повторяем, столько, сколько повторил педагог в вашем диктанте. Дальше у нас было поступенное движение, когда все нотки шли подряд. До, ре, ми, фа, сколько угодно может идти ноток. Вверх может идти или вниз. Главное, чтобы мы не пропускали ни одной ноты. Это было у нас поступенное движение и качели. Когда мы берем одну нотку, дальше на секунду одну ступеньку выше и вернулись, либо ниже, качнулись и вернулись, качнулись и вернулись, или с шестнадцатыми у нас было. Ну и теперь мы с вами изучим еще три мелодические модели, которые тоже у нас очень часто используются в диктантах на начальном, особенно на этапе. Да и не только на начальном. Итак, первая модель, точнее, это уже четвертая наша модель, это трезвучие. Модель называется тоническое трезвучие. Тоническое, значит, у меня, кстати, только что вышел урок недавно о тоническом трезвучии. Это главный самый аккорд, наш центр в нашей тональности. Например, в дом-мажоре тоническое трезвучие – это дом и соль. Это как наш дом, мы туда всегда возвращаемся. Я говорила ребятам, если тональность – это город, то трезвучие тоническое – это дом, куда мы приходим. А сама тоника, первая ступень, это ваша комната или ваша кроватка, куда вы приходите и ложитесь. Вот можете представить, да, что это такое. Тоническое трезвучие – это самый-самый главный аккорд в тональности. Центр – это наш дом в городе. Вот, и тоническое трезвучие у нас, движение по ходам тонического трезвучия очень часто используется в диктантах. Причем, смотрите, сколько может быть вариантов разных. Мы можем петь трезвучие, самый простой вариант. Снизу вверх. До-ми-соль. Ритм может быть совершенно разный. Например, до-ми-соль. Абсолютно равные нотки в размере 3 четверти. Или тити-та. До-ми-соль, как у меня. А наоборот, та-ти-ти, до-ми-соль, как угодно. Главное, что это у нас первая, третья и пятая ступень вместе взятые. Все устойчивые ступени входят в состав тонического трезвучия. Дальше трезвучие мы можем спеть вниз. Вот второй акт, смотрите, да. Соль-ми-до. Ритм тоже может быть разный. Как угодно. Дальше. У нас может быть трезвучие не только вверх и вниз, но еще и несколько других вариантов. Это называется ломаное тоническое трезвучие. Как мы можем его ломать, бедненькое, да? Ну, я надеюсь, ему не больно. В общем, смотрите, мы можем спеть нижний звук, пропустить. Главное, чтобы звуки шли не подряд. Вот это принцип ломаного трезвучия. Нижний, верхний, средний. Ну, раз у нас первая, третья, пятая ступень, мы будем называть раз, три, пять. Тут у нас раз, пять, три. До-ми пропустили. Соль-ми-до-соль-ми. Это тоже трезвучие, только ломаное. Главное, что мы слышим эти устойчивые ступени. Дальше. Ломать можно его и по-другому. Три, пять раз, например, из серединки. Ми-соль-до. Давайте поломаем его теперь. Серединка-низ-верх. Ми-до-соль. А теперь вверх-низ-серединка. Соль-до-ми. Ну, и вот тут я еще не указала, можно, звуки тонического трезвучия могут повторяться. Например, мы можем не сыграть до-ми-соль, а можем сыграть так. Мы все равно слышим, что это трезвучие. Смотрите, что я сыграла. Первый вариант был до-ми-соль. А второй вариант такой до-ми-до-ми-соль. Тогда мы пишем 4-16 до-ми-до-ми. Вот 4-16, как вот здесь. Соль-ля-соль-ля. Только мы пишем до-ми-до-ми. И соль, например, да? Или соль-ми-соль-ми-до-о. Может быть и так, например. Но это все тоническое трезвучие. Вот это все. Если вам нужно найти тоническое трезвучие, где-то ищите вот эти первую, третью, пятую ступень. Или подряд, или ломано. Ну, ломано это уже сложнее. Обычно все-таки подряд просят найти. Это наша... Ручка упала, извините. Это наша модель, которая называется тоническое трезвучие. Следующая модель, номер 5. Модель очень известная. Мы проходим много, говорим об этом. Это опивание устойчивых ступеней. По секрету скажу, опивать можно любую ступень. Но, как правило, мы вот когда работаем в тонисте, опиваем устойчивую ступень. Какой принцип опивания? Та ступень, которую мы опиваем, обычно появляется в конце. Вот это нота до, например. Мы сейчас опиваем ноту до. Что значит опиваем? Значит, окружаем, окружаем самыми близкими к ней нотами. Вот, смотрите, вот у вас до, да? Я говорила, что это ваша кроватка. Под ней, например, коврик под кроваткой, а сверху картина висит. И вот ваша кроватка. Вот коврик, картина, кроватка. Или картина, коврик, кроватка. Не знаю, уже столько ассоциаций разных придумываю. У меня было до, опиваем, до, си, ре, до, до. А вот сверху, как будто обнимаем. До, обнимаем. Вот так сверху взяли, обняли, да? До, ре, си, до, до. Ну и вот про кроватку, коврик. Не знаю, кому как понравится больше. Главное, чтобы вы помнили, что сначала вот вы наступили на коврик, потом посмотрели на картину и легли на кроватку уже в конце, чтобы поспать. Или наоборот, сначала легли на кроватку, ой, извините, посмотрели на картину, а потом посмотрели, тапочки стоят возле кроватки, постоят. И потом уже легли спокойненько, да? То есть до, это вот наша главная нотка, куда мы приходим в конце, да? Так, вот наше опевание. Значит, еще раз. Си, ре, до. Это называется опять первую ступень снизу вверх. И если вам нужно подписать модели, оп, один опевание первой ступени. Можно сверху вниз. Ре, си, до. Можно опевать не только первую ступень, но еще и третью и пятую. Еще две устойчивые. Третья это ми, вот она в конце появилась. Под ми сразу. Ре, над ми, фа, потом ми. Или фа, ре, ми. Так, и последнее, это вот, опеваем нотку соль. Фа, ля, соль, пятую ступень, ля, фа, соль. А как сделать запевание, например, неустойчивой ступени? Такой же самый принцип. Хотите опять ре? Давайте опоем ре. Оно появится в конце. Под ним сразу до, потом ми, потом ре. До, ми, ре. Вот такое странное опевание неустойчивой ступени. А давайте фа, опоем сверху вниз. Ре, ми, фа. Соль, ми, фа. Ну, видите, в отличие от опевания устойчивых ступеней, как будто вопрос задаем. Соль, ми, фа. И нужно обязательно разрешить в ми, чтобы мы успокоились и вот легли в нашу кроватку. Ну, а если опеваем устойчивую, си, ре, до, вот мы уже и легли, нам уже ничего не хочется успокаиваться, мы уже успокоились. То есть, очень хорошо написала одна моя подписчица, что устойчивые ступени это наши музыкальные точки. Нам они нужны для того, чтобы расставить музыкальные точки. Вот начать с нее, закончить ею и все, и вот больше нам ничего не нужно. Так, это про опевание. Это у нас модель номер 5. И модель номер 6, одна из самых простых. Вот у нас топтание было самое простое. А тут октава. То есть, смотрите, мы нотку до, например, берем снизу и сверху. Слышно, что они очень похожи, как сестрички две. До, до или до, до. Называется октава, да? Ну, а теперь давайте, смотрите, я вам поиграю пока что из вот этих вот трех последних моделей. А вы угадайте, что же я такое играю. Слушаем. Так, три ноты в модели, да? Ну, у нас тут три ноты в двух моделях. Но это не трезвучая мысль. Значит, наверное, какое-то опевание. До, ми или соль мы опели. Мы опели высокую нотку. Соль, сверху вниз ля, фа, соль. Это было ля, фа, соль. Играю еще. Ищем, ищем. Что это такое я сыграла? А это у нас соль, ми, до. Таническое трезвучие вниз. Слушаем дальше. Ну, это у нас из двух. Снизу, нижняя нотка, потом верхняя октава. Вверх, дальше. Так, а это у нас похоже на трезвучие. Это не опевание, да? Потому что опевание нам нужно сойтись в нотку, как бы вот окружить ее. А тут мы вот та-та-та. Значит, это у нас трезвучие какое-то ломаное. Это было ми, соль, до, третья, пятая, первая. А теперь давайте я из всех моделей вам поиграю, а вы попробуйте определить, какую модель вы слышите. Так, это нотка до, настройка дала до. А это у нас качели. Но таких качелей я не записала. Это до, си, до, вниз, да, было дальше? Слушайте. Как такая модель называется? Та-та-та-та, до. Конечно, к домой пришли, в кроватку легли. Соль, фа, ми, ре, до. Это поступенное движение. Ну, тут-то здорово ми, фа, соль, у меня наоборот соль, фа, ми, ре, до. Сейчас. Это, конечно, топтание, да? Ми, ми, ми. Сейчас слушаем. А вот давайте две соединю. Это мы что сделали? Обпеваем. Это мы ми опели. Снизу вверх. Ре, фа, ми. А потом топтание было. Ре, фа, ми, ми, ми. Хорошо. Слушаем дальше. Так, что такое? Та-та-та-та. А это мы трезвучие спели вниз, только повторили. Соль, ми, соль, ми, до, до, до. Ну, и топтание еще было у нас. Так, что все уже спели? Ну, да, примерно. И вот в диктантах отыскиваете эти мелодические модели, и вам тогда будет гораздо легче. Играет вам учитель диктант, и вы слышите. Его можно весь разложить на модели. С чего начали? Станического трезвучия вверх. До, ми, соль. Потом что сделали? Опевание пятой ступени. Фа, ля, соль. А потом поступенно соль, фа, ми, ре. Дошли до ноты до и потоптались на ней. Все, диктант готов. Кстати, и сочинять так точно можно музыку. Берете мелодические модели. Главное, чтобы вы начали с тоники, желательно. Ну, не обязательно с устойчивой какой-то ступени. А закончить, конечно, лучше тоникой. Ну, или октава хорошо очень заканчивает такими ходами. Или до, до. Берите и сочиняйте прям. Кстати, мне даже интересно, кто сочинит мелодию из мелодических моделей. Сфотографируйте ее и пришлите в нашу группу Music School by Sisters Official, которая у нас в ВКонтакте. Ссылку всегда даю в описании. Вступайте туда, мы вас будем ждать. И будем ждать ваших фотографий, ваших сочиненных мелодий. Будет очень интересно посмотреть. Может быть, даже сыграть где-то. Кто сочинит мелодию, передам потом привет. Если хотите, в видео скажу, смотрите, какую классную мелодию сочинил такой-то товарищ. Вот, так что смотрите. Вот вам будет интересненько, я надеюсь. Ну что, изучили мелодические модели. Надеюсь, что вам будет уже легче писать диктанты. И, конечно же, как обычно, желаю вам удачи.